Девушки отдыхают И началась реальная жизнь Нужно было решать насущные проблемы, чтобы выжить А великий фильм откладывался снова и снова Мне казалось, мы никогда уже не выберемся А я вообще начал думать, что кино это не мое И тут в нашей жизни появился Игорь Коновалов Режиссер, который продал квартиру ради своего великого фильма Он стал бездомным, но продолжает снимать Чтобы понять, как такое вообще возможно Мы решили сделать про него документальный фильм Мы снимаем 30 секунд для фильма Слушай, ей же убить можно, блин Слушайте, давайте мы сделаем колоритный эпизод Ладно, я тебе жертвую кусочек верхний Я не буду это есть Один раз ты можешь для ки-искусства укусить Нет, я не брак своему желудку Начали! Меня зовут Игорь Коновалов Мне 56 лет Я снял более 79 полнометражных фильмов Блин, что такое? Что такое? Что такое? А куда надо? Что нужно? Что? Что сейчас надо будет? Дубль неудачный По вине оператора Я снимаю фильмы Вот и долгое время снимал За 600 долларов полнометражный фильм И честно говоря, я не понимаю Почему продюсеры не стоят ко мне в очередь Начали! Повеселей только, жуй-то И вообще будь весел Ты радостен Тем более, что сейчас нащупана мной вот эта ниша Когда фильмы за тысячу, две, три тысячи рублей Окупаются вдвое Вдвое Буквально в течение недели-двух Он переиграл Брэда Питта Он Брэда Питта переиграл в однажды в Голливуде Там живал Ну что, опять ничего нету, что ли? Нет ничего Почему нету? Объясните Почему нету? Потому что нету, давай Один из своих первых фильмов «Летняя зверушка» я снял в 1997 году Про девушку, которая приехала покорять Москву Девушка А как вы вошли? Да там дверь была открыта А зовут вас как? Лена Можно я потанцую? Потанцуйте Отлично Просто прелестно Вы приняты на работу Я принес на один из маленьких каналов Показал главной редакторши Женщину уже в возрасте Она посмотрела и вышла Искала свое резюме Сценарий говно Актеры говно Режиссер говно Ну и вообще весь фильм говно После этого, конечно Может быть, мне стоило и завязать с кинематографом Но я что-то вот все бьюсь до сих пор Семь лет назад я продал квартиру, когда мама умерла Я не смог там жить И на вырученные деньги Я снял четыре фильма Но, к сожалению, они не принесли даже тысячи долларов Ни один фильм И я стал бездомным Это напоминание Клошарам Как в Париже Или московским бродягам Что скоро зима И если кто не спрятался То будет пиздец Ну, можно сказать, что перед вами Профессиональный бездомный Я где-то семь лет живу на улице Считается, что в Москве Бомжик в среднем живет три года Людей, которые прожили 19-22 года бомжами Можно пересчитать по пальцам Человек пять Десять максимум Вот Вот это первая урна Из таких урн Здесь, конечно, все ее знают Бомжики Здесь, наверное, ее за вечер и за ночь Человек пятьдесят обходит Но Не все вот так вот чуть приподнимают А иногда чуть поглубже Когда лежат вожделенные полпачки сигарет Когда проходил международный кинофестиваль Я здесь нашел очень вкусный рис И я понял, что участники фестиваля Очень хорошо кормятся Сам, я напоминаю, к тому моменту Снял уже больше 70 фильмов Но не удостоился чести Так сказать, быть гостем фестиваля Чтобы пожрать что-нибудь хотя бы Ну, вот эти три лавочки Это так называемый отель На Новом Арбате Где спят бомжики И вот Примерно так вот они Ночку проводят Вот Здесь более-менее спокойно Хотя тоже грабят За сутки Человек минимум должен набрать Хотя бы четыре часа сна И желательно, конечно, еще что-то найти Как правило, бездомным везет Представляете, какая удача? Это три хорошие сигареты То есть какой-то богач уронил, сука То есть каждая такая сигарета Это примерно два рубля Это собрание, господа Иногда я пою какие-то любимые песни Тяжелым басом гремит фугас Ударил фонтан огня А Боб Кеннед и пустился в пляс Какое мне тело До всех, до вас По вам, до меня Можно вас попросить, пожалуйста? Сам пять лет на улице Ну что у нас Ты же видишь, у богатых простил Пять лет Ну мы в жопе, ты же видишь А что ты хотел, покурить? Ты покурить хотел? Спасибо большое Ну я не знаю, какая она Как вас зовут хотя бы Какая разница, все Ага, так, значит, что там Давайте я распишу, чтобы они тоже Так, как я официально получил Так, что вот здесь у нас Давай, трусики, носочки Так, значит, куда мне Вас на какое что запишут? На следующий четверг, если можно Какой у нас будет день? Сейчас вам что-то Так вы все-таки будете у нас в фильме-то потом играть? Я вам тысячу рублей заплачу Не, не за сегодня А за тот день, когда вы будете Минуту хотя бы в кадре Будешь ты за тысячу рублей сниматься? На будущее? Где? Все нормально Я для него напишу несколько эпизодов Слышите? Я для тебя напишу роль Все, договорились Все Ну хорошо, ладно Но роль вы мне обещали Хорошо? Вот, можете в эту рубашку Он у нас будет сниматься в фильме Один или два еще эпизода И естественно заплату Понимаете, да? Все Спасибо тебе огромное Все Ну вот, видите Может быть он поднимется С помощью нас С помощью кино Я мог бы тебе Это Я мог бы быть твоим Пиар-менеджером Агентом И продюсером Мы вернемся К этому вопросу После пиар-менеджера Когда деньги появятся Слышишь? У нас до себя Будет настолько холодно Что может быть Меня уже не будет На этом слое Слушай, не надо так печально Деньги нужны Две тысячи баксов А лучше три На съемки фильма Если бы у меня свои были Я бы естественно свои снимал Но ты знаешь Сколько я зарабатывал Своих денег я в это дело Вкладывать не стал бы Слишком оно рисковое Я конечно понимаю Что люди боятся Вкладывать деньги Но Тут мы сможем Что-то заработать Я уверен В принципе я знаю Таких людей Которые могли бы Дать тебе эти деньги Но только Под твою голову И мы и знали таких людей Поэтому предложили Игорю Собрать деньги Через интернет Игорь придумал сюжет Нового фильма А мы записали Видеообращение Я представляю Свой 80-й Полнометражный Недрагон Здравствуйте Уважаемые Надеюсь будущее Будущие зрители Наши комедии Восемь дней Но настоящий режиссер Те кто вложит 10 тысяч Уже могут даже При желании Получить небольшие эпизоды Я под них напишу роль Соответствующие И мы их тоже снимем В кино Часть денег Которые мы соберем Пойдет конечно На то Чтобы Игорь Просто прожизил И давайте поможем Мы это сделать Сделать все Что он захочет Оплатить свою мечту И уйти с улицы Я надеюсь на успех Надеюсь на вашу помощь Спасибо Чтобы не терять время Мы начали съемки Фильма Игоря На собственные деньги Для того чтобы Съемка состоялась Во первых Конечно Нужен оператор Без оператора Ни о какой съемке Речи быть не может И техника какая-то Федор готов Покажите кстати Вещь то людям Чтобы они Не а что они знают Sony 380 И у него Отличные характеристики Меня зовут Федор И я Работаю Электриком И вот Еще как хобби Я Снимаю Фильмы У Игоря Коновалов Я предлагаю Вот там лавочка Свободная есть Вот на нее Так А сейчас Федор Подождем Да он сейчас Настроится Скажет когда готов Он Снимать Я знаю Игоря Несколько лет Мы как-то Встретились На Пушкинской Предложил ему Поесть И так как Я в Макдональдс Не хожу Потому что Они убили Каддафи И это Как бы Мой патриотизм И поэтому Я пригласил В грабли И ему Как бы там Понравилось После этого Мы подружились Давайте Давайте я еще Птичек Птичек Покормлю Я обычно Птичек Кормлю Стоп Я Я Это Вы сняли Нет Я Запись не включил Так Вам и тысячу договорились Правильно Так Вот Тыщу Отдаю Положи сюда Деньги Пойдемте Значит Максим Ну вот Влад У нас Большой любитель Кино Это Вот Значит Еще Долго Было Лето Я танцевала Бразильский Звук В парке Горького И Вот Он Меня Как-то Выловил Там Вот Из всех Подошел Ко мне И сказал Ты мне Очень Понравился Ты так Танцуешь Вот Я Хочу С тобой Снимать Фильм В следующем Фильме Походу Я тоже Буду танцевать И во всех Последствиях Я тоже Буду танцевать Я всегда Буду У него Танцевать Во всех Фильмах Готовы Скажите Что делать Я же говорю Ты сейчас Спишь Сплю Значит Маша Пойдет Вот отсюда Увидит Знакомое Лицо Паш Ты Это Ты Ты Начинаешь Расспрашивать Как же Ты так Живешь Как же Ты так Докатился А ты Говоришь Я временами Поднимаюсь Ты как Докатился До такой Жизни Маша Это Это ты Я помню Мы танцевали С тобой Стоп Ты игрок Я то падаю То поднимаюсь Ты должен Сказать Я то падаю То поднимаюсь Когда я Выигрываю Я езжу На бентли У меня есть Квартира Когда я Проигрываю У меня нет Ничего Я игрок Маша Но Мне надо Поднимаюсь Иногда Падаю У меня Даже Пиджаки За Тысячу Долларов Хорошо Да Давай Потанцуем Вспомним Молодость Пошли Так Что О нет О да Это твой Любимый Танец О да Я ему Я ему даже Говорю Игорь Это сейчас Вообще Здесь Не в тем Чего Вдруг Не танцуйте И все Вот он Прям Ни в какую Я все Таки надеюсь Что у Маши Будет хорошее Будущее В кино И возьмут Ее в какой-нибудь Сериальчик И в хороший Проект А что Касается Композитора Песен Очень много Нам помог Егор 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 Пошли Я не композитор В его фильмах А я Уличный музыкант В его фильмах Пошли Нормальный переход Мы не пойдем Далеко Егор Это не далеко Егор У нас не запланировано У нас люди ждут Здесь Это не получится Хорошо Вон на лавочке Споете Поэтому русское кино Презирается Потому что Пренебрегают Достоверными деталями Ни один Уличный музыкант На этом месте Петь не будет Здесь никого нет Нет для кого петь Так Давайте Все Одну песню Она значит Стоит Слышите Ко мне подойдет Я остановился Слушаю Она подойдет Шапкой Вот Он хочет Достичь результата Как можно Более легким способом Ангел залива Святого Лаврентия Писает с неба в окно Ангел залива Святого Лаврентия Слушайте, подожди Мы это не договаривались Это не пропустят Это не пропустят Мы не договаривались Но не пропустят Его Мы договаривались Без мата Без мата И без таких Без писает Слово писает Давайте про любовь Так вы же не всю песню Встать Кусочка вырежется И все Вот Я всегда Когда у меня в фильмах Снимаюсь Я вообще мало чего Понимаю Что вообще там происходит Время затягивается Ну что вы Без писает Без ангела У нас мы Правильно Вы хотите ссориться С православными организациями Что ли Я не понимаю Что вы хотите Не надо Вы спойте Песню о любви Кому-то придется За все Отвечать И я даже Знаю Кому Рубивший мечами Падет От меча Тюремщика Бросят Тюрьму Не-не Ну не пойдет Ну 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 вы нас Либо в политику Хотите загнать Либо в эту Мы сидеть не хотим Игорь Вы нам Спойте нормальную песню О любви Об актерах У меня все песни о любви Ну вот спойте о любви Что-нибудь Хорошо Давай Ладно Вот Вот о любви А ты сидишь А ты сидишь и сосешь 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 Головой А я рядом Я рядом Я очень близко Рядом с тобой А ты сидишь Сосешь Я частично Рядом с тобой Ты же должна подходить Это песня не пройдет Все ты ждал, что это не пройдет Вот этот кусочек Давай подходи Вот стой рядом А ты сосешь Лицы Сосешь Головой Извините Бомжик Нечего подать Нечего У кого ничего нет Тому и нечего подать Это надо было Выключить Но снялось Покажите как Так меня не видно Вообще Блять Проскочили Ладно, потом найдем Ну как найдем Мы не найдем ничего Надо переснять тогда В смысле кусок Где я это самое Кидаю Я это Ну покажите мне Найдите Меня-то он не снимал Он на вас снимал Не снимал Ну я не вижу Вот не вижу Пусть покажет Где я хоть секунду в кадре Непонятная сцена получается Ну Ничего Ну конечно Главная фигура На съемочном процессе Это режиссер Начали 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 Мотор Сняли хорошо? Хорошо сняли? Нормально Оставляем Оставляем Снимите-ка эту машину Спереди 5 секунд Вот здесь 10 И 5 секунд сзади И мы таким образом Сэкономили как минимум 100 долларов Вот так мы делаем Дешевые фильмы Недорогие На всем экономим Должен отдай Не тяни Ну хорошо Хорошо В этот момент Я его бью Электрошокером Я сейчас полицию вызову Надо отсюда линять Тарантино Блять Так Теперь у меня просьба Снять 3 перебивки Деревья без людей Вообще Потому что мы не склеимся На монтаже Ну мне просто Нужны будут 3 склейки 2-3 склейки Субтитры создавал DimaTorzok Когда все разъезжаются домой Ты чувствуешь настолько Полное удовлетворение Тем, что ты сделал Что ты даже не задумываешься О том, что ты будешь Ночевать на улице Вот я бомж Да? Полная жопа Вот А когда я снимаю фильм Кто я? Я, блять, режиссер Понимаете? У меня появляется власть Я уже на какое-то время Пусть даже на 2 часа в день Съемочных Я уже могу сказать Нет, ты сниматься не будешь Или не позвонить человеку Послать его нафиг Соответственно Я уже не бомж на 2 часа А нормальный человек А если считаешь, что режиссер Вообще гигант мысли получается Субтитры создавал DimaTorzok Но я почему-то верю в то, что он как-то взлетит Не знаю, что-то такое все-таки должно произойти Это не может просто вот так вот закончиться Я думаю, что здесь прямо ждет какая-то еще история Режиссер Игорь Коновалов живет и работает на улицах Москвы Бездомным он стал после того, как ради съемок фильма продал свою квартиру Кинолента не принесла ожидаемой прибыли Но мастер не отчаивается и продолжает снимать вместе с друзьями Я это бездомный с киноаппаратом То есть человек, который ничего не имеет Но снимает кино, просто фанат кино Мы сделали краудфандинг То есть пытаемся у населения что-то найти на фильме Я служу богиней кино, понимаете Да, она мне дает деньги на фильмы Или режиссер стал бездомным 5 лет назад Но снимает фильмы, играет в них роли, нанимает актеров Актриса, к слову, за эпизод в нынешней ленте получает 1000 рублей Я ее оплачивать не могу, вот 1000 рублей Оплачивает тот из богатых актеров, которые играют в наших фильмах Так что если хотите стать кинопродюсером, да, не вопрос Из той серии, когда сделано очень плохо Но настолько плохо, что хорошо Это не все понимают Многим кажется, что это бред Что это просто какой-то ужасно сделанный фильм Но на самом деле это не так И самая крутость в том, что они просто очень искренние Александр Агеев, Александр Пескунов и Роман Ноговицын Москва, 24 Я Макс Ломанов Я бизнес-тренер Когда я узнал, что бездомный режиссер снимает кино И роль в его фильме можно купить Я сразу же решил это сделать Значит, вы насколько хотели сняться, хотя бы разочек Но мы вам можем и все шесть дней предоставить То есть, если вы захотите Мы можем отдельную роль на полфильма вам написать Да, у вас девушка есть у вас какая-то там своя, симпатичная Не жирная, не толстая Меня зовут Марина Лубенко У меня есть друг Максим Ломанов И он сказал, что можно сняться в кино Дословно, у авангардного режиссера Да, смотрите, сейчас мы будем снимать на хороший фотоаппарат Значит, сколько там пикселей? 20, да? 20, он, Сонька, вот Да, сегодня мы снимаем фильм Восемь дней топ-менеджера Паши в стиле танца Зук Вот В стиле танца Зук, Зук Есть такой танец Зук Игорь сразу предложил мне главную роль Это роль топ-менеджера Паши Он то богатый, то бедный Он еще и игрок Он проигрывает деньги, выигрывает деньги Но на самом деле, Паша решает свои любовные вопросы Начали! Два мохито, два мохито Паш, Паш, а давай поженимся? Мне нравится твоя жизнь И я прям чувствую, как я в нее вписываюсь Я буду тебя поддерживать Но ты не знаешь всей правды обо мне У меня есть болезнь Я игрок И та красивая жизнь, которую ты видишь Она бывает не всегда и даже очень редко Но готова ли к этому ты? К такой жизни? Мне надо посоветоваться с мамой Просто Игорь говорил А сейчас ты скажешь вот эти слова И я говорил эти слова И тут я знакомился с персонажем Аккуратненько спинкой, чтобы нас не захватывать Готовы? Привет! Привет! Рад тебя видеть Привет! Я подумала и посоветовалась с мамой Я согласна И я люблю тебя Но только я согласна в том случае Если ты будешь лечиться от игровой зависимости Я не буду лечиться, Марина Но... Я не буду ни от чего лечиться И это независимость Ты не знаешь Ты не знаешь, что дает мне игра Это эмоции, это адреналин Я живу этим Но ты все теряешь Марина, это моя жизнь Я этим живу Я должна подумать еще И... Я пойду подумаю Подожди Зависимость от кино бывает? А вы что не... Вы пять лет... Нет, вы пять лет учитесь В институте зависимы от кино Ой, Влад вообще Привет Вы уже... Вы уже раб кино Наверное Фильм Восемь дней топ-менеджера Паши Фильм про игрока Фильм про человека Который решает свои любовные вопросы Это, наверное, фильм про самого Игоря В фильме летняя зверушка Там вы уже как будто помчете Это да, это да Да, да, да Просто странно, что вы это использовали еще вообще до всего этого дела А, ну да Ну, может быть, значит, есть судьба какая-то Знаете, я придерживаюсь философии тут древних греков То, что суждено быть тебе, то, то оно и будет Игорь, пойдем сюда Я еще раз говорю, что запретил он здесь снимать вообще Я уж не веду вам Это, вас... А что будет, если мы там снимем? Ну, он вообще в судно вас подаст и вы никогда не выпустили свой фильм Вот, смотрите, тут дом, где я жил 45 лет Вот, так что... Я вас умоляю Это не трогательный эпизод, а прошло четверт век Где трогательный, я вам рассказываю Где? А, вот трогательный эпизод вы хотите Вот, смотрите, видите... Нет, ну то, что вы рассказываете... Так, подождите, не слушайте, не слушайте Даже у вас в фильмах все показывают Хорошо, вот следующий... Пойдемте, пойдете близко Нет, мы близко не пойдем Вы вот мешаете Значит, вот здесь салон парикмахерская Нам просто надо снять, как вы стоите около дома И говорите, вон мой балкон Ну, если уж вы не хотите... Да не буду я так Смотрите, значит, вот... Дело в том, что я с работы уволилась Совсем она мне не нравится и платят там гроши Вот, думаю, может быть, кредит под квартиру взять Или квартиру продать У нас по устному договору 6 лет назад Я должен был под коврик положил ключик и все И окончательно, так сказать, квартира перешла в собственность Согласно нашему обоюдному желанию Вот, а я поехал кутить по Парижам, Каннам Рестораны, проститутки и все прочее Лучше один день прожить богатым, чем всю жизнь жить в нищете А убьет там или не убьет Какая разница Это нужно Не трогай зебру Не трогай зебру, подлец Вы что, не понимаете смысл? Это прикол над кинематографом Говорите, когда я начну Я хочу вас всех поблагодарить За огромную помощь финансовую Которую вы оказали мне, моим друзьям В производстве полнометражного, художественного, комедийного фильма Нового, абсолютно отечественного Называется он 8 дней топ-менеджера Паши в стиле танца Зук Так, Федор, как только Бентли появляется Вы начинаете снимать, слышите? Игорь сначала в шутку говорил про Бентли А потом я понял, что это на самом деле он серьезно Какая у тебя тачка? Я обалдеваю, когда ты выигрываешь Но я могу сесть? Садись Обалдеть, слушай Это же Бентли О, как это есть Ну, я человек теперь состоятельный Я сумел себе сколотить небольшой капиталец 350 тысяч рублей И я, наверное, уеду, ты знаешь, в Западную Европу Визу возьму себе на Испанию Не знаю, сколько там пробуду, не знаю В машине тепло, хорошо Салон шикарный То есть Ну, в этом автомобиле ощущаешь себя человек С большой буквы Нет, я теперь не бомжик Видишь, у меня есть Бентли О, ты мой зайчоночек Давай сюда, давай, давай У меня есть предложение Значит, ты ела филе и гнём-то? Конечно В тот же вечер Игорь решил заняться продвижением своего фильма И отправился на поиски продюсеров Тут же редко-редко на продюсера ходят же, да? Извините, а вы продюсируете, да? Ну, как бы нет, я сам снимаю Сами снимать? Нет, мы просто производим по 25-30 тысяч рублей полнометражные фильмы 15-17 съёмочных дней Комедии и триллеры Вам будет интересно? В принципе, у меня все, то, что я снимаю, оно всё за рубежом А, то есть вы как бы уже заранее, заранее уже, да? Спасибо, спасибо Просто я бы вам что-то рассказал бы Если вам интересен про кино Ну, а же это, какой-то компьютерный канал, да? Можно я вам потом задать один или два вопроса? Можно хоть 30 Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, чтобы я могла вас правильно прописать в титрах Конов Валов, Игорь Викторович То есть я бездомный с киноаппаратом, так сказать Я снимаю полнометражный фильм, у меня их 84 Есть возможность, 25-30 тысяч рублей мы находим Мы снимаем полнометражку То есть мы всё на энтузиазизме Я видел и знаком довольно с обширным кругом кинематографистов А где такой Игорь? А вы вот сейчас разговаривали с этим режиссёром Это, блядь, это известный режиссёр Я знаком с ним 10 лет, когда А откуда вы знаете его? Встречались на выставках Он снимал порнофильмы Да Худачных фильмов я его не знаю, блядь, но порнофильмы у меня есть даже в кинотехнике Как снимают порно? Не знаю, я не снимал ни разу Есть информация, что вы снимали порно? Не, никогда Сотрудник эротического журнала «Енот» Игорь Коновалов считает, что новое – это хорошо забытое старое Почти всё своё рабочее время Игорь тратит на изучение давно позабытых эротических тенденций В детстве я, к сожалению, не был таким красивым мальчиком Девушки любят, ну вы сами знаете, либо деньги, причём сразу и много, вот, либо красавцев, мужчин Красавцем Игорю вроде было уже не стать, олигархом тем более Вот он и решил, что единственный способ обрести счастье в постели – это сняться в фильме для взрослых В нём очень много сексуальной энергии, которая раньше была просто невостребована И когда он попал на съёмки, он стал так счастлив, эта энергия из него прёт, заряжает партнёр, заряжает зрителей А главное здесь – это потенциал, сексуальность, энергия Чтобы, короче, пенис стоял и чтобы был креатив А с этим у него вот так вот просто Теперь Игорь не считает себя лузером Ведь он, мужчина с заурядной внешностью, благодаря профессии имеет такую разнообразную сексуальную жизнь О которой мечтает иной секс-символ Я полностью запутался Вот так вот вроде всё делал, да, всё так круто было И вроде всё нормально, а потом хоп, и получился зашквар Ну, в любом случае, такова правда жизнь Почту надо завести, почту Почту на Яндексе Да, на неё вы сделаете мне сайт, на сайте страничку в планете любви Я там сейчас выберу 15 невест А, Игорь, давайте, Игорь, прям будем честны Игорь, логин Бомж, давайте бомж напишем Логинный бомж будет Зато не забудем Создание семьи пишите? Хотя нет, тогда они потребуют от меня квартиру Да Нет, ну тогда для секса на бомбсе Ну ладно Есть? Нету, к сожалению Я не хочу или хочу? Где? Возможно Возможно в будущем В будущем? Не имею Работа? Нету Ну образование-то есть, заводить? Пиши, да Историческое Доход есть? Вот он мой доход Есть, напишите Есть Будете дальше сами следить? Нет, я не умею Не умею я Не умею я Я буду вас ждать Можешь сами пока запомнить Я не могу Чего? Потому что надо возраст 18 поставить Поставьте А как построил? Мышку возьмите и поставьте И что? Ну я взял мышку и что? Я не умею Ну как там? Видите снизу Игорь, Игорь худенький Идите сюда Чего? Напишите несколько строк о себе Своем характере Давайте, пишите Я кинорежиссер Точка Содержу себя Продал квартиру Чтобы снимать кино Точка Сделаю вас кинозвездой Вот Решил сделать тебе подарок Ну ты выглядишь Обалдеть Рома, ты же живешь с женой, да? Ну у меня жены нету Я живу с подружкой С подружкой, да Подружка, как правило Одного из ста Да, это типо эксклюзивный вариант Это исключительный Эксклюзивный вариант, да А, кстати, да Расскажи Двоем легче, чем одному? Ну для меня лично Я не знаю как Для каждого Разные ситуационные моменты Для меня вдвоем проще Есть какая-то поддержка Моральная То есть я что-то там нахожу Приношу И знаю, что Я не просто так, блин Живу У меня есть цель какая-то Я ее обеспечиваю И у меня вот это Обеспечение Это и есть цель Что такое режиссер? Режиссер это тот Кто себе представляет Какой-то мир Потом его создает в кино Этот мир начинает Существовать в этом кино И Игорь создает Некую реальность В которой он рефлексирует И думает о самом себе Человек стоит Вот 10 секунд Снимите Он изучает помойку Так не изучает Вот изучают Тут идете вы мимо И стоите И смотрите на нее Остановились Значит вы говорите Нет Я подумала Я согласна выйти за тебя замуж Камера готова? Начали Марина Ну вот как я и говорил Я снова без Бентли Без еды Без денег Без пиджака За пять тысяч долларов Я тоже думала И несмотря на то Что ты бываешь на дне Я все равно тебя люблю Ты все равно Не выдерживай меня замуж Я почти готова По крайней мере Вся моя съемная квартира В твоем полном распоряжении Тогда я брошу играть Правда? Да Обещаю Паша Все Все свободны Идите Подождите Традиционно Гениально 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 Согрался Максим Мы закончили съемки фильма И по поводу этого радостного события Мне удалось наскрести 500 рублей Друзья помогли И провести ночь В тепле На кухне Помыться Прийти в себя Так я делаю Только по особым случаям Хороша Марина Хороша Все, до утра буду она не мечтать Хорошая девушка Не испорчена 9 лет она портилась в Москве И не испортилась Да, мне через 4 ночи уже На улицу идти Ну, вот это реальность От нее никуда А что, у нее квартира есть еще? А что у нее квартира есть? Мало того, что хороша Еще и с местом для спанья Это вообще великая вещь Цены этой девушки не Ну, она, наверное, ищет принца Принца-то в Англии Не там еще 9 лет Кругом они обгибосы Обгибосы Мечта моя единственная одна Много денег Тупо много денег И еще раз много денег Деньги надо делать Работать надо А вы здесь с бомжом прячетесь Ну, не зря же говорят Из молодого офицера Жена делает генерала Так и здесь Если бы у него действительно была Любящая жена Она бы все-таки давала ему Творческую энергию Сегодня же выходит прокат Повторный Сандария Тарковского Отреставрированная лента Оцифрованная уже Самый Звительский О, это не ерун Бред какой-то Чего его хвалят эти Люди любят, как это ерунно Вот это наш Посконное Родное Съемки фильма Игоря были завершены И он решил приступить к монтажу Не знаю Я в них не разбираюсь Здравствуйте Меня зовут Валерий Федоров Я знаю Игоря Коновала Уже около 20 лет И занимаюсь с ним Монтажом Его произведения Его фильмов Пошел Да, ну у него и видок, конечно Фига себе Нету рюкзака И Маши нету Двигался Пусть, пусть Стоп, буду отлично Да, Москва Такой город Москва Деньги любит Без денег Никак Слушай А не стоили Плесунья Тут у тебя встреча А что? Так вы меня Обчистили Ой, смотри Смотри, смотри Ой, посиди Подомай Нормально Оставьте Ну, погоди Шикарно все Тихо Не трогайте А что с ним? А, я его Ножом пырнул Вот это Вот это Вот это Скоро Да жалко же Его Может, скорую вызовем? Ну, вызывай Если хочешь Он рожден быть режиссером У него это неплохо получается Но нужно, чтобы кто-то взял его в руки И помогал ему в этом нелегком деле Без хорошей женщины, которая направляет и дает энергию Это очень трудно человеку жить Вон, бомжонок женится В 55 лет первый раз На богатый продюсер Ну, а иначе я замерзну Мне надо до 11 апреля выжить Так что брак, может быть, будет недолгим Но самое главное в тепле До того, как на лавочках можно будет спать Игорь потратил почти все заработанные деньги И теперь, кажется, пошел ва-банк Пока мы еще разговариваем как бы до предложения Поэтому я вот хотел бы ваши какие-то взгляды пожелать Я сказал еще раз, что все, что вы захотите Все будет по-вашему Раз И второе Все деньги, которые заработают Все ваши, два Это надо быть женщиной, чтобы понять Когда тебе делают предложение Кто бы это ни был Отказаться трудно Как я могу вас не любить? Вы все равно сошли, что ли? Это как? Вот я не понимаю Извините, мне 55 лет У вас такого не может быть? У меня такого не было Чтобы я пере... Другое дело, что как бы Они выбирали, может быть, потом других Это другой вопрос Вот сейчас вы видели, да? Сколько у меня денег И мы не будем говорить, да? То есть вы сказали, дай мне Дайте Я сделаю выникли Вы не верите Вы делайте, что хотите Мне, может, не отчитывать Я еще раз скажу Вы можете заявлять Ты еще, ты еще заявлял Словами У них сложилось впечатление Что бонус должен быть обязательно бедный Игорь, ну, впервые Как впервые? Ну, надо врать там Дала 130 рублей Произошли какие-то изменения А вы правда, вам кажется, что в Игоре происходят какие-то перемены? Я-то его знаю никогда Я влюбился в красавицу Вот и все перемены Я вообще была уверена, что это фарс И это игра Весь интерес ко мне Но был момент, когда я начала в этом сомневаться Вы понимаете? Мне надо для кого-то жить И если я для себя Вот я для себя жить не умею Вы видите, мне всего хватает Мне хватает Спать на какой-нибудь кухне Там задрипанной Мне хватает на асфальте спать летом На лавочках По-настоящему начинаю я работать Да, когда есть, конечно, для кого То есть, понимаете? Потому что, когда есть для кого Есть смысл вообще в жизни А когда вот остаешься один Когда он то сказал Я вообще по-другому его стала воспринимать Если я женюсь Вот на такой красавице, да? Для меня уже творчество не важно Вы серьезно? Вы иногда производите впечатление? Ну, я красавицу на кино не поменяю Вот они поменяют все на профессию на кино Вас и там еще скажут Другой, наверное А я не поменяю Давайте остановимся, посмотрим Вы что, он с вами убежит Посмотрит Он с вами убежит Сейчас бросит Давайте остановимся, посмотрим Давайте Что, все красиво, симпатично Вы красивее Я красивее, да? В два раза В два раза, так что Нет, что я сюда говорю, не вру Так Ну вот здесь тогда Вы последняя, да, молодой? Да, да Мы тогда за вами Нет, тут быстро Тут даже меньше часа пройдет Ой, какая прелесть Посмотрите еще раз Еще раз, еще раз Еще раз Какую вам свадебную прелесть купить Мы с Мариночкой пошли на выставку Картин Сальватора Дали в Москве Я думаю, что это одно из лучших мест Для того, чтобы было сделать ей тогда предложение А, сегодня вот выходной Видите, сегодня 750 у них Вот Вот касса освободилась Вот пусть Покупают нам Не, мы не будем Злодеи Они же пригласили нас Пусть они ведут нас И меня вы пригласили Ну чего, сколько вы будете моей невестой мучить? Игорь Чего? Вы помните свои слова в кафе? Какие слова? Я могу сказать все, что угодно Подождите Вы мне говорили Что вы хотите на мне жениться И меня защищать и оберегать Это тоже были просто слова? Нет Это не просто слова Вам-то я куплю билеты Они-то должны билеты себе взять Возьмете себе билеты? Ну давай Тогда я встану Спасибо Так, вам билетик Спасибо Видите, всем распоряжается жена Вот прям как у вас Да Вообще вы чем-то похожи Ну ладно Я не... Ну прям вы сейчас это Эти меня гением называют Сейчас еще вы присоединитесь Так, значит Я хочу сказать Дорогой Мариночке Вот Что значит Что я хочу на ней жениться Потому что я ее люблю Очень-очень Вот И я ей дарю Соответственно цветочки Значит Которые очень красивые Это роза, наверное Вот И я ей дарю конфетки Потому что это конфетно-букетная стадия Которая должна быть обязательно Я была уверена, Игорь Что я отвечу вам очень быстро Не-не, быстро Но там, хорошо? Хотя бы подумать Я бы взяла время Взяла время подумать Сейчас мы вам покажем красавицу одну Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Тыре-тыре-тыре Нашел Ну обалдеть Это просто находка Это просто пиздец Специально для вас Да А я скоро на улице, Юрсаныч. Уже можно сказать с завтрашнего дня, с послезавтра. То есть, дело в том, что этот человек не способен никого любить, поэтому ни одна женщина его не может себе взять. Вот, это эгоист, да мозга костей. Вот, он не заслуживает жалости, только презрения, понимаете. Он знает, что он сам виноват. Так, на-то-то. А, он сам сожрал. Вы понимаете, проглот какой. Да где чай-то? На тебе кружку. Так наведите мне чай. А, вот этот паразит, значит, и приучил к доминированию, что я ему чай наливаю, завариваю, насыпаю сахар и даже помешиваю. Я же гость. Эта жопа, она не может сама это сделать. Куда ты? Куда проглот? Сыпишь. Вы сказали, вы не будете. Милостливость русского человека привела к его паразитированию. Да, Юрий Александрович, так вы не ответили, что вы в подарок бомжику приготовили. А, насчет бомжика, мне это слово его говорит о чем? Что он, во-первых, прикидывается маленьким, бедным, таким жалким. Так, нет денег. Ну, таким маленьким, как таракан. Да. И как у меня один товарищ, который их не уничтожал, он говорит, да много ли таракан съест? Понимаете, поэтому он такой же. Я бедный. То есть, как бы он не подлежит уничтожению. А, я бедный, бедный бомжик. И понял, что он не бомжик, а бомжара. Вот это больше подходит для его. Я мучаюсь две недели уже от переедания. А вы не имеете сострадания к бедному бомжику. В далекой северной стране, где долгий зимний день, В студеной плещется волне маленький тюлень. Он между льдин плывет один, и плыть ему не лень. Но был он слабый, он озяб, маленький тюлень. И над водой раздался крик тюленя малыша. И все тюлени в тот же миг плывут к нему спеша. Со всех сторон накружут, в холодной воде согрят. Плыви, малыши, не дрожи, опасности больше нет. Опасности больше нет. Мариночка, хорошая. Хорошая вы моя, к сожалению. Вы три дня не брали трубку. Я вчера звонил, звонил вам раза четыре, в том числе и вечером поздним. Вы трубку не брали. Да, в связи с тем, что мы расстаемся, значит, я не смогу вам покупать. Вы лишаетесь тортиков вкусных, лишаетесь кофе-эспрессо, лишаетесь билетов на выставки типа Дали и прочих. Вы лишаетесь шампанского сухого, вы лишаетесь конфеток вечерний звон, вы лишаетесь Майбаха. Вы лишаетесь семи квартир во всем мире, которые я собирался купить. Так что на самом деле, конечно, вы очень всего лишаетесь. Хотя, если бы вы были со мной под руку, то, может быть, нас бы принимали в лучших домах и давали бы нам кредиты на кино. Все бы говорили, «О, какая у него красивая жена!» А он вроде бомжик. То есть, что-то здесь не так. Надо дать ему 1060 долларов на кино. И вы бы у меня катались, как сыр в масле. Но вы не захотели жить счастливой сырной жизнью. И я принял решение расстаться с вами. Написал вам смс-кой «Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай, Шекспир». Ну, понятно, естественно, что нельзя полюбить, если нет любви, так сказать, старика, который старше вас на 23 года. И я жалею, что вы во мне увидели лишь бомжа. Сраного, грязного, с овшами. И вы не увидели во мне Игоря Рекордсмена, который снял массу фильмов. 84 полнометражных художественных игровых фильмов, комедий, триллеров и так далее. И мелодрам в том числе. И я хочу прочитать вам стихотворение на прощание. Я вас любил. Любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, Как дай вам Бог, любимый быть другим. Субтитры создавал DimaTorzok Человек не способен никого любить, Поэтому ни одна женщина его не может к себе взять. Это эгоист до мозга костей. Субтитры создавал DimaTorzok Ему самому-то ничего никогда не нужно было. Он все хотел осчастливить мир. Конечно, страшно это делать, страшно. Человек был, а человек и нет. Я говорю, теперь вот ходить мимо Маяковской, Это, конечно, сразу будут воспоминания, Что всегда мог забежать к нему, Попить горячего кофе, чаю, перекусить. Он всегда был гостеприимен. Вот, перезачевать, говорю, ночь через ночь, Там ночь через две. Так что прости, Александр. Пусть земля тебе будет тупо. Слушайте, так, это какой-то вообще-то все охрененное все, да, хорошее. Вот он мне нравится. А, да, да, все, мы решили вот этот. Так, вот он, да, да, добрая. Прямо сразу господин, все, все, так сказать, вручающий награды. Это вот, поскольку я, надеюсь, буду ведущим вручение кинонаград Кинофортуна, Вот, будем надеяться, что церемония пройдет успешно. Значит, намечаем с 12 до 5 часов. Вот шикарно, мне кажется, шикарно вообще. Когда он сказал про кинопремию, я сначала воспринял это как мечту, просто какую-то мечту. Вот есть желание, есть желание. Потом посмотрю, закрутил и закрутилось. Планировалось масштабное мероприятие. Я собрал многих моих друзей и знакомых и в качестве участников, и в качестве зрителей тех, кто помогал мне в кино, чтобы как-то их отблагодарить. Я нарисовал несколько десятков картин синего периода про бомжонка. Dream of the homeless singer Bentley. Бентли есть мечта бомжонка Игоря. Это было и вручение кинонаград Фортуна, и показ, премьера моего нового художественного фильма-комедии восемь метров менеджера Паши в стиле танца «Зук». Всем приветствую. Всем приветствую. Так, приз притащили к себе? Оранжевый. Ну, откуда у него деньги на призы? Все деньги, все копейки он вкладывает не то, что даже в еду, он вкладывает это в кино, в работу. Ну, мы сами себе призы покупали. Подождите. А что там? У телефона. Это вам телефон, Шельдарин? Да. Давайте я лучше вам дам гран-при, а это я заберу себе. Так, знаете, вы помните, без 15-ти час всех приглашают в зал. Я в этот момент быстро в туалет. И поднимаюсь вам в час. Нормально? Смотрите. О, а вот и наш представитель нашего Чикагского филиала. На расширку никто ничего не кинул. Помните? А, дайте собирать деньги. Привет! Вот. Господину Федорову, вот, Валенту Ильичу, передаем. Так, хорошо. Друзья мои, все уже в мешочек, 12.05. Максим, а галстук-то кто будет повязывать? Люксфирма, Люкс. Есть? А, ну вот так надо. Вот так. Зачем вниз-то вы ее дать? Не надо вниз. Вот так. Так. Это, я так понимаю, идут люди, которые кидали деньги нам на фильмы, что ли? Впрочем, я буду на воду. Спасибо огромное, потому что благодаря вам, собственно, мы что-то смогли что-то поснимать. Если вы хотите поучаствовать в фильмах моих, телефон, значит, фамилия, имя, вот. А сюда нам на счастье, на фильм, денежку. Хоть 5 рублей нас спасут. Так, ждем, ждем. Так, кого я здесь наблюдаю? Здравствуйте. Как дела у вас? Женщина сидит там, ваку, вот, с Федором. Это, наверное, Федор привлечет, да? Федор, а это с вами, да? А, ну, все, значит, он будет прицепить, получая мязнь. Так. Жаль, ну, жаль. Жаль. Так. Так. Вообще, это было сюрреалистично и странно. Игорь импозантный, очень элегантно одет, очень. У него была его привычная многослойность, но с каким-то таким глянцевым лоском. Ну, он был прекрасен. Здравствуйте всем. Значит, ну, многие и почти все тут все друг друга знают, поэтому проведем как домашнюю церемонию вручения призов для тех, кто производит фильмы, не имея даже зачастую бюджета вообще без денег, так сказать. Кому-то нравится снимать, кому-то больше монтировать, кому-то играть, кому-то все вместе. Само событие, которое организует какой-то бомж, он делает какую-то премию. И вот вроде бы в этом как-то зазорно участвует. Вот. Итак, мы приглашаем сейчас исполнить песню Ольгу Ляеву Ермолаеву. Но глядя на людей, которые выходили на сцену, это были люди, которых вот этих условностей, вот этих комплексов, их точно не было. Каждый день невидимо, наверное, кто-то там наблюдает за нами во вселенной. Может быть, легче и спокойней стоит жить. Мы покидаем города и страны, мотаем нервы, латкаем раны, На созидание меняем драмы Еще немного и нерванно Юрий Александрович Семенов. Вот. Я попрошу почтить его память минуты молчания. Вот. Прошу встать и послать его чуть-чуть. Спасибо огромное. Вот. А сейчас мы попросим спеть очень веселую песню композитора Егора Мартырса. Он сам исполняет свои песни. Купить по максимальной цене картины художника Игоря Коновалова. Тартовая стоимость 600 рублей. 700. Кто больше? 1000 рублей. Серьезно? Полторы. 2500. Продано. Аплодисменты. Картины заряжены на тепло и уют. 1000. Ты серьезно? 3000 рублей. Продано даме в розовом костюме. Спасибо. Итак. 3500. Продано. Продано. День стуль. День стуль. 5,6,3. Трифтик продано. Аукцион прошел очень успешно. Где-то было выручено порядка 17 тысяч рублей. 9 тысяч рублей я пожертвовал в фонд друзей святого Егидия, потому что они очень хорошо помогают бедным. Но самое главное было впереди. Это премьера фильма. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Вот. Спасибо всем. Есть, кстати, что вручить у нас человеку, который очень много как оператора работал. Почему он на многих картинах работал. Вот. Помогал. И забесплатно работал. В общем, как. Любит очень кино. Пожалуйста, Федору Федосееву. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я предвкушала. А вы точно уйдете после фильма? Я сейчас убеду. Все точно и не останьтесь. Это из-за того, что вы боитесь, что вас побьют? Да. Здесь публика более чем лояльная. И всем захочется вас честовать после фильма. Это не лезть. Это прямо искренне. Конечно, остаться надо. Я же сказал, не побьют его. Нет, нет. Это не успех. Оставайтесь точно. Какой успех? Ну что, мы тебе поаплодируем заслуженно. Ага. Побьют, проходят. И машине дома. Надо сейчас уходить. Они сейчас все рванут отсюда. Ну, потому что я вижу, что я сделаю. И люди минут через пять начнут выходить в поисках. Отдайте мне мои деньги за картину. Главное, это вовремя смотреться. Что за дела? Хорошо танцуешь. Фига себе. Нету рюкзака. И Маши нету. Люди поняли, что это фильм, от которого не надо ждать каких-то стандартных режиссерских киноприемов. И как бы выдохнули. И в этот момент они начали воспринимать все, что происходит в фильме, как юмор. А, это ты плясула. У меня деньги спирило. 700 тысяч. Я сейчас полицию вызову. Не надо полицию. Что вы от меня хотите? Как хорошо, что ты вовремя появился. Господи, что происходит? А что так можно было? Бред какой. И это очень трогательно. Шубу-то ты мне купил вчера. А ребенка-то у нас не будет. Как так не будет? Почему? Не могла просто сказать, хочу шубу. Была бы тебе шуба. Зачем врать? Люди смеялись. Были веселые, счастливые. Мне было очень приятно. По сути, он торгует какой-то надеждой. Вот мне он дал надежду, что кто-то услышит мои песни. Мне было все равно, в каком фильме или как-то. Снимают хорошо. Я готов. Игорь позволяет прожить не свою жизнь, но возможную жизнь. И это круто. Я снова без Бентли, без еды, без денег, без пиджака за 5 тысяч долларов и без квартиры. Ты все равно не выйдешь за меня замуж. Я почти готова. По крайней мере, вся моя съемная квартира в твоем полном распоряжении. Тогда я прошу играть. Паша! Субтитры создавал DimaTorzok А вы сделаете кипятку потом со сладеньким? Как вы думаете, а может только ровно? Да, 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 да. Я потому что не спал с ним ночью. Субтитры создавал DimaTorzok Я ночью-то поспал, но с ним ночей все-таки сказывается. Как вы думаете, что ждет вас в будущем? Ух ты! Сие никто не знает. У меня же еще встреча с актрисой сегодня. А-а-а-а-а-а! А-а-а! А-а-а-а! У Макдональдс! А-а-а! А-а-а! встречать жарковато правда ну фильм какой будет значит фильм задумывается похоже на дикаприо будет называться на еще нашел одного бомжика вот ему 44 года когда он был молодой он значит был похож говорят сильно похож на дикаприо сейчас тоже чуть-чуть а он смотрю кого-то напоминает потом действительно оказался вот на дикаприо похож вот и как бы снимем фильм комедию трагедию но с хорошим концом что он бегает по кастингам значит фильмах пытается на где-то в массовке сниматься пробиться в кино и стать тоже актером долларом миллионером как бы как дикаприо вот у него мечта то есть время уже прошло мужской 44 года вот а он все еще на что-то надеется вот вот да она вот так танцевала точно здорово здорово точно так все вы утверждены на главную роль средства мы не имеем платить продюсеры жадные тяжелым басом ревет фугас ударил фонтан огня а боб кеннеди пустился в пляс какое мне дело как пустой орех как щепка трещит броня а боба вновь разбивает смех какое мне дело до вас до всех а вам до меня но пуля дура вошла межглаз но пуля дура вошла межглаз ему на закате дня успел сказать он в последний раз какое мне дело до всех до вас а вам до меня а а -а да-а-а-а-а а а день и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok